Глядя на эту хрупкую женщину, мало кто догадается, что она тренер по лёгкой атлетике, что её ученики выступают на соревнованиях различного уровня и завоёвывают медали. В спорт Ирина Кривеня пришла благодаря старшей сестре. Та занималась лёгкой атлетикой и передала свою любовь 9-летней Ирине. Так она попала в спортивную школу в Полоцке, где жила с семьёй. Затем была учёба в училище Олимпийского резерва в Витебске и учёба в Витебском педуниверситете на факультете физ. воспитания. Первые успехи в спорте пришли ещё в 80-е годы. Мне посчастливилось, что со мной занимались три заслуженных тренера Беларуси. Я сама бегала 400 с барьерами, мастер спорта, таких уже больших достижений. Третье место – призовые места на первенстве союза среди юношей. Из большого спорта Ирина Кривеня ушла в 92-м году. Новый этап в её профессиональной жизни начинался на личине. В Красновской школе она работала учителем физкультуры. Затем в биографии был период, связанный с третьей спортивной школой, а после – со второй. В 2012 году Ирина Васильевна перешла в Лицкий филиал Гродненского училища Олимпийского резерва, где её главная задача – рассмотреть в ребятах спортивные задатки и воспитать легкоатлетов. Продолжает тренировать школьников она и в детской спортивной школе номер два. Ни за что нас съесть, я бы не применяла эту профессию на любую другую. Я прям влюблена, я её люблю. Это самая лучшая профессия. И как бы такое я считаю, что мы, наверное, тренером. Конечно, мы там медали наши завоевываем, но и человечество воспитываем. Самое главное – это воспитать человека, блолюбивого, такого хорошего человека. Это моя самая главная цель. Сегодня Ирина Кривеня тренирует порядка 20 ребят, младшим по 8 лет, старшим от 13 до 17. Все они считают Ирину Васильевну лучшим тренером, поэтому и тренируются именно у неё. Ирина Васильевна добрая. Если у тебя что-то не получается, она всегда тебе поможет. Она скажет, что ты неправильно делаешь. И мне очень нравится к ней ходить. Она как тренер очень хороший человек, и к ней можно всегда обратиться за советом. Даже бывают такие ситуации, что она может на кого-то злиться, но спустя время она может позвать этого человека и сказать, что я не права, или можно найти компромисс в решении ситуации. К ней можно всегда обратиться за советом, потому что человек опытный и как тренер она очень хорошая. Я занимаюсь у неё два года. Но она очень хороший тренер, добрая. Всегда поможет, подскажет, что надо. Ну, очень хороший человек. Нравится бегать, растягиваться, заниматься, играть в игры разные. А Ирина Васильевна строгая? Ну, если там баловаться, то да, а так она добрая очень. А вот воспитанники ещё одного лицкого тренера по лёгкой атлетике Натальи Кореева считают, что только она лучший тренер. Ведь их Наталья Станиславовна – финалистка летних Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. Чемпион мира среди юниоров, бронзовый призёр Кубка Европы. Как тренер, она очень хороший человек. Она показывает, что делать. Если что-то не получается, она всегда поможет. Я знаю, что Наталья Станиславовна принимала участие в Олимпийских играх и хочу добиться таких же успехов в спорте. Спорт вошёл в жизнь Натальи Кореевой ещё в школе. В 12 лет она попала в группу по лёгкой атлетике к тренеру Юрию Снапко. А дальше были ежедневные тренировки, цели и успехи. Полтора года Наталья Кореева уже сама тренирует ребят. Учит, что надо делать, чтобы быть на финише первым и подняться на пьедестал. Если у ребёнка есть желание заниматься, конечно, я его поддерживаю на первых порах. И потом, когда ребёнок обычно волнуется перед стартом, конечно, у меня есть какие-то такие секретики, которые я ему рассказываю, чтобы он меньше волновался и так далее. Главное – показать, на что он способен. К тренерской работе Наталью подтолкнул муж. Евгений тоже в прошлом легкоатлет и знает, как важно иметь хорошего наставника. А у его жены ещё есть богатый практический опыт участия в соревнованиях самого высокого уровня. Так кому, как не ей, воспитывать новое поколение белорусских спортсменов? За полтора года она, во-первых, как тренер получила уже опыт работы с маленькими детьми. У неё огромный опыт в спортивной деятельности выступала. И я был за то, чтобы она продолжила тренировать, поскольку столько, сколько она знает, я лично столько не прошёл. Поэтому свой личный опыт, я считаю, что нужно придавать подрастающему поколению. Некоторые дети тянутся к женщине, некоторые дети тянутся к мужчине. Поэтому сложно сказать, выбор сделать, женская или мужская. То есть мне нравится, почему женщина не может быть тренером. То есть если у неё есть опыт, если есть умения, почему их не передавать. Наталья Кореева работает в спортивной школе, в которой когда-то тренировалась сама. Хотелось бы ей, чтобы в будущем сын Андрей и дочь София тоже занимались здесь спортом. У меня маленькие детки ещё, но уже потихонечку старшего 4 годика. И он ходит в бассейн, тренировки в Олимпию там какие-то. Вот хоть он по мягкому покрытию, но уже, конечно, это полезно. В первую очередь для укрепления здоровья. И мне бы хотелось, чтобы мои дети занимались спортом. Чтобы они были физически развитыми, гармонично развитыми. После напряжённого трудового дня Ирина Кривень и Наталья Кореева возвращаются домой, где их ждёт семья и домашние хлопоты. И там они из строгих тренеров превращаются в заботливых мам и жён. Очень заботливо, очень мягко. Мы друг друга дополняем. Она более мягкая, я более жёсткий. Поэтому у нас такой хороший тандем. Как и все женщины, 8 марта Наталья Кореева и Ирина Кривеня принимают поздравления с первым весенним праздником. Поступали им 8 марта звонки от воспитанников, которых они учат быть на «ты» с королевой спорта, лёгкой атлетикой.